За последние десятилетия методы объемной электронной микрокопии значительно продвинулись в представлении изображений клеток и тканей, однако по-прежнему основной проблемой коннектомики остается время. Даже при максимальной скорости сканирования один кубический миллиметр образца сканируется примерно три недели. К примеру, в этом случае нужно более 70 тысяч лет для того, чтобы полностью просканировать мозг человека. Знаменитый датасет H01, кубический коннектом мозга человека, сканировался примерно год, и это более 57 тысяч клеток, из которых целиком в этот датасет попали только 104. При этом при скорости сканирования эта проблема просто меркнет по сравнению с тем, сколько времени тратится на постобработку всего материала. Это аннотирование, proofreading, проверка автоматической сегментации. Это на три порядка и больше времени. Поэтому для эффективной работы требуются команды из сотен и даже тысячи человек, чтобы не отставать от скорости генерации данных. К примеру, коннектом дрозофилы создавался более 30 лет, и начиналось это все тоже с сегментации отдельных нейронов. И вот в этом году был опубликован первый коннектом самки дрозофилы, содержащий 50 миллионов синапсов между 130 тысячами клеток. В связи с этим миниатюрный мозг миниатюрных насекомых это, пожалуй, уникальный объект для коннектомики, поскольку он сочетает в себе не только малые размеры, но и простоту конструкции, малое число нейронов, а также полное функционирование мозга. При этом при всем для микронасекомых доказана способность к ассоциативному обучению и сохранению долговременной памяти. Мегафрагма же является уникальным объектом еще потому, благодаря строению нервной системы, поскольку более 97 процентов нейронов в ее мозге лишено ядер у, собственно, взрослого насекомого. Поэтому строение ее мозга, функционирование и строение нейронных цепей с участием безъядерных нейронов, естественно, представляет большой интерес для нейробиологии и может дать ответы на множество вопросов. Я прошу прощения, из-за гифок слайды долго погружаются. Ага, нет, не из-за гифок, почему-то просто. Целью работы было комплексное изучение строения и организации стативных центров мозга миниатюрных насекомых. В рамках второго этапа проекта мы реконструировали цепи связи грибовидных тел и оптических долей и анализировали частичный коннектом. Плюс провели анализ полученных данных в связи с в контексте биологии насекомого. В нашем распоряжении был полный стек головы мегафрагмы с высоким разрешением, который позволил нам с помощью методов автоматического и ручного сегментирования построить полноклеточную модель глаза первого оптического нейропеля, а также проследить цепь связи оптических долей и грибовидных тел. Также мы провели анализ синаптических связей между клетками первого оптического ганглия, их силы и сравнили данные с морфометрическими и волиметрическими результатами по глазу насекомого. Наличие полного скляка позволило головы, позволило нам реконструировать непрерывную цепь связи зрительных долей с рецептором, полную цепь связи рецепторов с мозгом, а также соотнести эти изменения с данными коннектома. В итоге нам удалось построить первый коннектом всего первого оптического ганглия вместе с реконструкцией всех рецепторов глаза, который раскрывает схему канонического состава клеточных взаимодействий в ламене первом оптическом ганглии и вариаций для каждого из эмотидиев. Собственно, каждый эмотидий мегафрагмы состоит из восьми рецепторных клеток из девяти. Шесть из них оканчивается в первом оптическом ганглии и три длинных фоторецептора оканчиваются во втором оптическом ганглии. Вся ламина делится на одинаковые похожие компартменты, которые представляют собой совокупность клеток, так называемый патрон. Этот патрон состоит из фоторецепторов, а также монополярных нейронов ламины. При этом интересно то, что все фоторецепторы у мегафрагмы ядросодержащие, а вот нейроны из пяти типов нейронов ламины, в каждом патроне только один тип содержит ядра. Собственно, здесь реконструирована одна из цепочек связи. Это патрон, пучок фоторецепторов, отходящий от глаза, и монополярные нейроны. Мы идентифицировали синаптические контакты, исходя из так называемого Т-бара, это электронно-плотное образование в пресинаптической области. Нами были подсчитаны, соответственно, число и сила связей. И показано, что из всех клеток, что среди почти 19,5 тысяч синаптических контактов в первом оптическом ганглии, более 70 приходится на короткие фоторецепторы. При этом эти связи очень хорошо коррелируют с объемом робдомеров у фоторецепторов. С чем это связано? С тем, что считается, что большой робдомер повышает эффективность захвата фотонов рецептором и повышает чувствительность к изменению интенсивности света, что приводит к более широкому диапазону сигналов фоторецепторов, для сохранения которого и требуется больше выходных синапсов, которые осуществляются параллельно, что хорошо совпадает с полученной нами корреляцией. Точнее, объясняет полученную корреляцию. Схожесть коннектомов во всех патронах ламены позволила нам построить канонический коннектом патрона. Я не буду подробно останавливаться на характере взаимодействия клеток, обращу только ваше внимание на то, что ядросодержащие нейроны в составе патрона практически не имеют синаптических контактов с короткими фоторецепторами, что напоминает картину, наблюдаемую в первом птическом ганглии у дрозофилы для одного из типов нейронов. Используя кластерный анализ, мы группировали патроны ламены, исходя из количества синаптических контактов между разными типами клеток, и получили соответствующую картину. Разница в количестве синапсов, полученные между двумя длинными фоторецепторами типа R7, хорошо коррелирует с различиями в ориентации микроворсинок в родомерах у аматидиев. Причем эта разница значительно меньше для аматидиев в дорзальной области глаза. Полученные данные хорошо накладываются на морфологию фоторецептора, что подтверждает нашу гипотезу о специализированной области аматидиев в глазе у мегафрагмы. Что довольно интересно, ведь всего, несмотря на то, что глаз у мегафрагмы состоит из всего из 29 аматидиев, все равно присутствует группа специализированных, которые по всем параметрам, по видимости, отвечают за чувствительность к поляризации. Также нами было обнаружено, что у мегафрагмы отсутствуют нестолбчатые типы клетки в ламене, в отличие от той же дрозофилы. Но, тем не менее, параллельная связь все-таки осуществляется за счет монополярных нейронов L4 между соседними патронами. То есть передача сигнала происходит в направлении противоположным оптическому потоку. У дрозофилы связи между параллельными, параллельные связи, они как постсинаптические, так и прессинаптические. А у мегафрагмы они все постсинаптические, что как раз, как я говорила, говорит о передаче сигнала противоположному зрительному потоку. Но если мы обратим внимание на видеозапись полета насекомого, то мы можем предположить, что основной вклад в зрительный поток заключается не в прямом поступлении сигнала, а в отдаче головы при ее полете. Обратите внимание, как у самолета тангаж есть, ее шатает немножечко. Наша реконструкция зрительного коннектома показывает, что клетки, которые сохранили ядра в первом птическом ганглии, это происходит не стахастически, а строго исходя из типа клеток, то есть зависит от их функций. По-видимому, получается удивительно, что безъядерные клетки имеют гораздо больше синаптических контактов, чем ядросодержащие, что, по-видимому, говорит о том, что непрерывная транскрипция не требуется для поддержания синаптической связи у мегафрагмы во время существования имага. Еще одной частью проекта было изучение зрительной иннервации грибовидных тел. Грибовидные тела — это ключевые ассоциативные центры мозга насекомых. Они участвуют в широком разнообразии процессов обучения памяти и интегрируют сигналы от сложных органов чувств. При этом связь грибовидных тел с оптическими долями, тут, к сожалению, из-за схемы, из-за того, что светло, не очень видно. Но связь грибовидных тел с антональными долями довольно хорошо изучена, а связь со зрительными долями изучена недостаточно, и все-таки есть множество пробелов. И хотя перепончатые крылые являются исключением из правил альфакторного доминирования, для них вклад в грибовидные тела от оптических долей все-таки показан, и показано, что он довольно сильный. И относительно недавно то же самое было показано и для дрозофилы, были обнаружены несколько параллельных путей. Нам стало интересно, что же происходит у мегафрагмы. Мы реконструировали грибовидные тела мегафрагмы, при этом показано, что на каждое грибовидное тело приходится всего 57 клеток Кеннина, это те клетки, которые, собственно, и составляют основную структуру грибовидных тел, при этом у той же дрозофилы 5000 клеток Кеннина. И мы обнаружили, что из этих 57 нейронов только четыре клетки получают зрительную напрямую, получают информацию зрительную от, значит, собственно, зрительных долей. И это клетки, которые, чьи дендриты образуют дарзальную рассеянную область чашечки грибовидных тел. Мы идентифицировали два типа нейронов зрительной проекции, которые соединяют зрительные доли и грибовидные тела. И обнаружено, что визуальные проекционные нейроны поступают как из медулы, вот эти вот оранжевые, так и из лобулы, вот эти красные. Но из медулы поступление сигналов гораздо сильнее, чем из лобулы. Собственно, из медулы — это вентральные проекционные нейроны, составляющие верхний зрительный путь, и из лобулы — лобулярные проекционные нейроны. По-видимому, визуальная сенсорная информация мегафрагмы не разделена на отдельные популяции клетки Кенина, и как это имеет место у тех же медоносных пчел. Но, возможно, есть другой путь, который пока мы не идентифицировали через другие области мозга, например, через латеральный протоцелебр. При этом интересно, что паттерн связи грибовидных тел и оптических долей, и грибовидных тел, и антеннальных долей фантастическим образом повторяет характер организации этих связей как у медоносной пчелы, так и у дрозофилы, но, естественно, за исключением некоторых типов и количества клеток. Собственно, до конца года планируется завершить анализ числа синапсов и коннектома связей, проекционных нейронов зрительных долей и грибовидных тел. Ну и логическим продолжением проекта могло бы быть построение коннектома второго оптического нейропеля, так как там могут быть обнаружены следы и мозаики, отвечающие за спектральную чувствительность фоторецепторов. Спасибо большое. У меня два вопроса. Первый. А планируете ли вы или, может быть, ваши коллеги дальнейший топологический и математический анализ коннектомов, сравнивая это с организацией коннектомов других известных модельных организмов? Спасибо за вопрос. Да, конечно, собственно, у нас есть один глобальный проект с коллегами построения полного коннектома мозга мегафрагмы, но там большое количество авторов и ученых разных, которые берут на себя отдельные области мозга. Но, к сожалению, сравнивать пока больше особенно нечего, кроме как у дрозофилы, потому что полный коннектом есть пока только у нее. Ну, а нельзя, например, я не про полный коннектом. Возьмем, например, у вас канонические, значит, коннектомы патрона ламины. Нет ли возможности из-за изоморфности, как я понимаю, строения проанализировать локальные цепи там и их организацию, сравнив, например, с каноническими микроколонками коры головного мозга? То есть принципы некоторой локальной обработки информации? Ну, возможность есть, да. Возможно, мы это знаем. Да, понятно, нужны силы. Хорошо. А второй вопрос. Я пытался разобраться из ваших данных, подсказывает ли что-нибудь из них в отношении загадки исчезновения ядер и наличия ядер в нейронах? Я понял первое, что во всех рецепторных клетках есть ядра. Второе, что только часть нейронов, которые имеют меньше всего синапсов ламини, имеют ядра. И третье, что это связано с функцией, соответственно. Вот как это проецируется, например, на схему передачи информации, где L4 дарона играет какую-то роль? То есть можно ли вычленить что-то дальше, чем слова «мало синапсов ядро»? Ну, дело в том, что пока мы проанализировали только коннектом первого оптического ганглия, у него получается так, что именно клетки, которые имеют ядра, почему-то имеют меньшее количество контактов. По-видимому, эти ядра не нужны для поддержания синапсов, но они нужны для нейромодуляции, наверное. Эти клетки относятся при реконструкции к одному и тому же морфологическому типу, насколько это можно оценить, да? Да. Ну вот конкретно в первом оптическом ганглии все ядерные клетки – это клетки одного типа, которые повторяются на один оптической ганглии. Первый, в чем еще хорошо? То, что у него повторяющаяся структура, легко реконструировать. И вот из 29 аматиди в 29 патронов, в каждом из 29 патронов один тип клетки ядросодержащий, остальные безъядерные. Но тогда особенно актуален становится мой первый вопрос – проанализировать локальную организацию одной канонической колонки патрона. Если там один ядросодержащий нейрон, и он выполняет какую-то функциональную роль, то, может быть, из микроконектомики этого можно вычленить, что он делает? Конечно, да. Но дело в том, что он имеет малое количество синаптических связей в первом оптическом ганглии, но он продолжается во второй оптической ганглии. А, то есть у него есть длинные аксоны? Структура, да. Там другой тип организации вот этих вот компартментов. Там уже колонны, и там немножко сложнее. И как бы это еще задача будущего, потому что там не все так просто. То есть у этих клеток есть локальное и дистальное ветвление аксонов? Да, да. И вот конкретно в первом оптическом ганглии, где происходит первичная обработка и передача информации, да, о движении и прочем. Вот как раз ядросодержащие клетки принимают малое участие. Спасибо. Спасибо. Анастасия, спасибо большое за ваше выступление. Я задам вопрос из чата от Артура Залевского. Насколько хорошо методы IML-сегментации, натренированные на данных дезодрофилы или человека, подходят для анализа данных микронасекомых? Есть ли у микронасекомых уникальное отличие в морфологии единичных нейронов, которые пропускают стандартные алгоритмы сегментации? Спасибо за вопрос. Подходят, собственно, как раз наши коллеги эти методы на мегафрагме и тренируют. Но тут морфология клеток, в принципе, схожа. И тут скорее вопрос весь к пробоподготовке материала, то есть к исходному состоянию блока. Он должен быть очень хорошо контрастным, он должен быть без дефектов. Тогда у программ, которые работают на основе автоматической сегментации, у них не возникает проблем в сегментации. Должны быть хорошо видны границы клеток. Как раз насекомые с точки зрения распознавания синаптических связей, наверное, может быть, немножко лучше у позвоночных за счет наличия вот этого специфического вида синаптических контактов в виде Т-баров, потому что они очень характерны, их ни с чем не спутаешь. Вот поэтому, ну, как бы, есть другие проблемы. Хорошо, спасибо.